запад по сути попал в ловушку санкции подняли мировые цены на сырьевые товары и приводят к увеличению доходов для москвы несмотря на значительное снижение ее экспорта а более высокие мировые цены на энергоносители питают рекордную инфляцию на западе означая политические проблемы дома у тех кто вводит санкции против россии буквально в панике пишет американское издание the hill посмотрите на другой парадокс продолжают журналисты несмотря на то что москва отрезана от мировых финансовых рынков российский рубль резко восстановился благодаря умному государственному регулированию но как будто сигнализируя о том что япония платит цену за следование антироссийской политики сша японская иена 3 по величине валюта в мире упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару сша став худшей валютой мира сильно уступив рублю пока другое средство массовой информации штатов а именно телеканал себе с еще больше шокировал тех кто истинно верит что американские пенсионеры выходят на заслуженный отдых в 30 лет каждый день только и ездят на электрических автомобиль чеках по своему ранчо а когда надоедает поднимают парус на собственной ехте и начинают бороздить просторы морей и океанов рост инфляции который привел к повышению потребительских цен ощущается во всех уголках сша сигнализирует cbs особенно остро экономические проблемы переживают пенсионеры которым приходится отказываться от праздной жизни и снова выходить на работу чтобы свести концы с концами и вот например внимание 66-летняя пати байтер говорит что ее жизни на пенсии продлилось всего 10 месяцев и теперь она вынуждена снова выйти на работу я все еще мысленно усваиваю эту информацию свыкаюсь с мыслью что мне нужно привыкнуть к этому к тому что мне придется работать до конца жизни с грустью говорит пожилая женщина в стране которая вроде бы является экономикой номер один в мире и моральным ориентиром для планеты но впрочем это пока только начало того кошмара который скоро накроет сша ведь бывший посол майкл макфол раскрыл страшную тайну будущего последний сфер державы виноват конечно путин но не только подробности через пару секунд друзья у нас радостные новости пошел третий месяц работы канала не конец истории при том что youtube отменил монетизацию в россии и все эти недели мы работаем с вашей помощью которую ценим и приносим вам самые горячие благодарности причем новостей стало так много что мы запускаем третий ролик в день чтобы вы знали все однако при этом хотим напомнить что все это работа монтажеров автора редактора так что даже 50 рублей что вы будете переводить нам на постоянной основе если вас будет много пожалуйста не думайте что пускай это сделают другие помогут нам и дальше радовать вас свежими новостями в нашем это пишут зрители неповторимом стиле заранее спасибо номер карты вы найдете в описании к этому ролику вместе победим и так все тоже американское издание the hill начало что-то подозревать дело в том что россия является самой богатой страной в мире когда дело доходит до природных ресурсов включая одного из крупнейших в мире экспортеров природного газа урана никеля нефти угля алюминия меди пшеницы удобрений и драгоценных металлов таких как паладий который дороже золота пишут журналисты и с тоской резюмируют санкции запада против россии вероятно поддоровут контролируемую западом глобальную финансовую архитектуру которую они призваны защищать широкие санкции вызывающие более широкую озабоченность создали мощный стимул для незападных государств для создания параллельных соглашений и западу не останется иного выбора кроме как договариваться с москвой что согласитесь как-то не гармонирует с заявлениями хоть джо байдена хоть и лоффа шольца хоть других политиков которые планируют наказать путина но пока прилетает только их населению так глава мвд фрг на фоне антироссийских санкций которые уже подстегнули в стране энергетический и продовольственный кризис предложила немцам сделать дома запас необходимых продуктов и лекарств на случай чрезвычайной ситуации впрочем об этом мы еще сделаем отдельный выпуск гром грянул от заявления бывшего посла сша в россии майкла макфола цитируем в соединенных штатах считают что видят начало конца нынешней россии правда не знают когда он наступит я конечно не могу сказать когда пойдет сам путин потому что режим слишком автократический но то что будет после путина будет еще хуже потому что кому-то нравится путин и может случиться путин 2 0 после него и это будет еще хуже и честно сказать виде каким терпением обладает президент россии слова товарища макфола довольно легко верится ибо западные партнеры в своей потешной атаки уже выпросили сильно больше на орехи чем пока получили впрочем так как владимир владимирович на днях подписал закон о недружественных странах согласно которому сейчас многим нашим заклятым друзьям начнут прикручивать все это далеко не конец истории